В Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми. В июле приняли новый закон, и там есть ряд кардинальных изменений. К примеру, уголовная ответственность за ряд деяний, за которые раньше никого не наказывали. Однако рабство в современном виде всё ещё существует. А одна из причин этого, как ни странно, коррупция, в которой замешаны те, кто напрямую обязан бороться с торговлей людьми. С вами Артём Петров, это программа «Стоп коррупция». Здравствуйте! Два года назад казахстанцев тронула история 21-летнего парня из Бельгии по имени Эдди Жан. Настоящее имя Женебек. Он родился в Казахстане, но в младенчестве его усыновила семья из Европы. Спустя много лет он вернулся на родину, чтобы найти биологическую мать. Общественность шокировала информацией о том, что малыша приёмным родителям, оказывается, продали. Сумма сделки составила 12 тысяч евро. Найти виновников и женщину, которая родила Эдди, не удалось. Да и для возбуждения уголовного дела уже давно вышел срок. История Женебека ещё раз напомнила нам, что торговля людьми и детьми, в частности, остаётся актуальной проблемой. В торговле людьми тенденция меняется. Сегодня всё больше и больше появляется новая форма торговли людьми. У нас всё ещё актуальным вопросом остаётся принудительный труд, когда очень сложно предоставить доказательную базу и привлечь к ответственности эксплуататоров либо работодателей. В то же время у нас появляются новые такие формы, как веб-каминг, это электроны, да, используют сексуальные услуги. Поэтому в этой сфере на сегодняшний день правительство с соответствующими полномочными органами сейчас осуществляет всю необходимую работу. В Казахстане ежегодно регистрируется более 100 фактов торговли людьми. При этом каждая седьмая жертва – это ребёнок. В основном страдают дети из сёл, которые попадают в трудовое рабство в больших городах. Это всё официальные данные МВД и Генеральной прокуратуры. Что касается молодых девушек, то они зачастую попадают в сексуальное рабство. За текущий период в организацию обратились более 500 иностранных граждан, мигранты, в том числе как мужчины, так и женщины. Среди них также есть несовершеннолетние дети, потому что сейчас мы видим такую тенденцию, что мигранты начали приезжать с семьями. Если, допустим, до 2000-х годов в основном мигранты приезжали только мужчины, то сегодня мы видим, что происходит феминизация миграций. И поэтому при обращении в нашу организацию сейчас именно к нам обращаются не только мужчины, но и женщины, и дети. Вопросы касаются не только решения каких-либо вопросов касательно их местонегального нахождения, либо урегулирования их статуса, но вопросы также могут коснуться устройств детей в детские школы, либо в детские сады, получения каких-либо пособий, либо медицинской помощи. Это как раз-таки те мигранты, которые имеют постоянное место жительства на нашей территории. По данным Минтруда, на сегодняшний день в Казахстане находятся более 14 тысяч трудовых мигрантов. И это только по официальным данным. Сколько иностранцев незаконно находятся в стране, остается догадываться. Нелегалов полицейские выявляют в ходе рейдов. В Казахстане они приезжают как туристы, но затем остаются здесь, работают и могут годами находиться в стране без регистрации. В ходе внешнего анализа были выявлены коррупционные риски, связанные с несовершенствованием бизнес-процесса. То есть иностранные мигранты получали непосредственные услуги путем непосредственного контакта, прямого контакта с сотрудниками полиции и предоставляли напрямую документы. Это, в свою очередь, способствовало порождению, возникновению коррупционных рисков. В Казахстан ежегодно приезжают на заработки граждане Китая, Узбекистана, Кыргызстана и России. Наша страна выделяет специальные квоты на иностранную рабочую силу. Это означает, что работодатели и работники платят налоги в казахстанский бюджет, как и полагается. Но как быть с теми, кто работает нелегально? Это миллиарды тенге, которые утекают мимо государственной казны. Как известно, в Казахстане у нас выделяется определенная квота для привлечения иностранной рабочей силы, у которых имеется определенная профессия. Однако ситуация в Казахстане отличается тем, что, к большому сожалению, в Казахстан едет очень большое количество мигрантов, которые низкоквалифицированы, и которые работают на различных сферах деятельности. И вопросы именно возникают у тех мигрантов, которые работают в качестве разнорабочих либо в строительных объектах, либо в аграрном секторе нелегальным путем. Если даже они пересекают границу легально, однако чаще всего мы сталкиваемся, точнее, мигранты к нам обращаются такие, которые были привлечены без разрешения привлечения иностранной рабочей силой. И в связи с этим, в последующем, конечно, они сталкиваются с тем, что им не выплачиваются какие-то социальные пособия, не перечисляются, соответственно, они нарушают налоговое законодательство, где не было перечислено. Раз они находятся на территории Казахстана и осуществляют трудовую деятельность либо иную деятельность предпринимать, сколько, к примеру, они обязаны по законодательству нашей страны, обязаны уплатить обязательно платежи бюджета, то есть налоги. Но, в свою очередь, органы налоговой службы не могли это видеть, поскольку отсутствовала интеграция между информационными системами органов внутренних дел и органам государственных доходов. Это способствовало, в свою очередь, неуплате обязательных платежей бюджета на сумму более 870 миллионов тенге. Это было выявлено в ходе внешнего анализа коррупционного права, проведенного нами. Проблема в том, что из-за коррупции в миграционной службе некоторые иностранцы остаются в тени. Они не учтены ни правоохранительными органами, ни налоговыми. Получается, что если кто-то из них совершит преступление на территории Казахстана и скроется, найти его будет сложно. Потому что по документам такого человека нет в стране. К примеру, в Алматинской области во время арейда обнаружили частный дом, где были прописаны 300 иностранцев. Естественно, нелегально. А в Шимкенте миграционная служба проверила тысячу квартир и выявила, что в них зарегистрированы более 28 тысяч человек. Теоретически получается, что в каждой из этих квартир проживали по 28 человек. Законодательство не ограничивает количество зарегистрированных граждан по одному адресу. Но прописанные люди обязаны фактически проживать по месту регистрации, чего на деле не происходит. И такие факты на местах скрываются ответственными чиновниками. У нас законодательные все нормы есть. Весь вопрос в исполнении. Я думаю, что это по линии правоохранительных органов и собственной безопасности Министерства внутренних дел. Человеческий фактор. Кто-то все равно, понимаете, идет на то, чтобы нарушить. Но мы не можем 100% предугадать, что у человека в сердце, в голове. Я знаю, что, поскольку наш комитет как раз работает с правоохранительными органами, я знаю, что там проводится большая работа, чтобы в их рядах как можно меньше было таких людей. В начале программы я уже говорил о том, что Казахстан ужесточил закон по борьбе с торговлей людьми. В частности, усилили ответственность за такие преступления, как похищение человека, незаконное лишение его свободы, торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятия проституция и другие. Новый закон должен защитить права пострадавших от торговли людьми. Все еще проблема остается актуальной. Вопросы торговли детьми тоже немаловажны. Вопрос, на который тоже важно обратить внимание. В новом законе, который на сегодняшний день был подписан и скоро вступит буквально в законную силу, там как раз-таки основная задача заключается в том, чтобы в первую очередь защищать права пострадавших от торговли людьми. И все уполномоченные органы, то есть субъекты противодействия торговли людьми, будут осуществлять большую работу в сфере профилактики. Помимо проведения идентификационной работы, важно также проводить и профилактическую работу, осведомлять людей о том, что есть такая проблема. И, соответственно, проводить уже превентивные меры, чтобы таких случаев было меньше. И чтобы люди из уязвимых слоев населения, молодежь, не попадали в подобные ситуации. Также в 2024 году парламент разработал законопроект, согласно которому будет ужесточен въезд в страну иностранцев с судимостями. В Казахстан не смогут въехать лица, причастные к террористическим и экстремистским организациям, а также осужденные за педофилию. А также с начала года власти ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию для иностранных граждан, въезжающих в Казахстан. Все это не только оградит нас от нежелательных гостей, но и исключит возможность нелегалам тайно пребывать на территории страны. Это означает, что и за счет взятки какому-нибудь чиновнику скрыться не удастся. Самому коррупционеру будет опасно лишний раз рисковать должностью и свободой. Это была программа СтопКоррупция. Меня зовут Артем Петров. Увидимся на телеканале 24КЗ. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, куда можно?